Друзья, у нас просто такое доброе утро, которого не было уже очень долго. Мы летим в путешествие, и у нас осталось полчаса до посадки, до ее окончания. Мы только что прошли, и получается так, да ты идешь, нам нужен 24-й выход. Надо понять, да, в какую сторону. 24-й, туда. Нам надо быстро купить кофе, потому что мы, естественно, не завтракавшие, не спавшие вообще, ничего не делавшие просто. Но если бы мне нужно было вставать в аэропорт и летать в путешествие каждый день в 5 утра, я подставала и даже бы не жаловалась. Это вам не в школу, поэтому желайте нам мягкой посадки. Перелет прошел хорошо. До отеля нас довез трансфер. Наш отель находится в районе Искандерпаша, если верить Яндекс-картам. Очень классное расположение. 5 минут пешком до метро и трамвайной станции, а также до большого торгового центра, где были магазины по типу Зары, Сифоры, а также большого продуктового гипермаркета. Прямо в здании отеля также были маленькие магазинчики, где можно было купить воду и все продукты первой необходимости. Узнали мы это, правда, далеко не в первый день. Мы заселились в отель, и я жутко голодная, очень голодная. Вы знаете, женщине голодать нельзя, иначе она звереет. Поэтому мы идем на поиски, собственно говоря, пропитания и хотим дойти до Гранд Базара, нам нужно поменять деньги. И в планах приобрести местную сим-карту для того, чтобы интернет был в постоянном доступе, потому что от Google, как говорится, без Google очень тяжело. Первое, что бросается в глаза в Стамбуле, это обилие кошек. Там для них формируют целые жилые кварталы. Кошек можно встретить даже внутри мечети. Никто их не выгоняет, не обижает. Кошки очень уважаемые животные в Турции и чувствуют себя просто хозяевами. От нашего отеля мы прошли пешком до Гранд Базара. Оказалось идти примерно минут 15-20, но местность настолько яркая и колоритная, что прогулка не оставит равнодушным никого. Гранд Базар – место опасное. Держите сумку ближе к себе и старайтесь ничего не покупать. Нас развели на прекрасную коробку со сладостями, которую нам продали, внимание, в четыре раза дороже рыночной цены, которая была в магазине просто чуть дальше по улице. Также на Гранд Базаре наиболее выгодный курс обмена, но все равно лучше осмотрите окрестности и сравните, потому что разница в деньгах довольно приличная. Далее мы перекусили и дошли пешком до мечети Сулеймана или Сумунье, как это называется правильно. Из всех мечетей, которые мы посетили, это моя любимая. Здесь находится усыпальница самого султана. Народу не так много, поэтому ходить и фотографироваться можно спокойно. На самом деле просто дуб захватывает. Я очень трепетно воспринимаю вот такие всякие прям очень-очень фундаментальные места. Тома мечеть невероятно красивая. Посещение бесплатное. Главное, чтобы у вас были закрыты плечи, ноги и голова. Платок можно взять на входе. У меня захватывало дыхание. Также на территории мечети открывается просто потрясающий панорамный вид Истамбул. Друзья, я в ауте. Кефир. Мои ноги, они просто отказывают. На следующий день после завтрака. Завтрак каждый день был плюс-минус один и тот же, кстати. Мы отправились на площадь, где располагается мечеть Айсэфи и голубая мечеть. Нам очень повезло, что застали период цветения сакуры. Очень красиво. Я видела такое впервые в жизни. Мечеть Айсэфи является святыней двух религий. Изначально это был главный православный храм, затем Айсэфия стала мечетью. Внутри до сих пор сохранилась мозаика православных икон, которая свидетельствует о долгой и непростой истории этого потрясающего места. Вход был в районе 1000 лир, что очень небюджетно, так как на полный осмотр у нас ушло примерно минут 10. Также не забудьте взять с собой платок для головы, так как мечеть Айсэфи единственная из тех, которые мы были, где платки нельзя взять на входе и их придется купить. Туризм, что сказать. Время половины 12. У нас уже вышагана вся норма шагов. Ноги у меня гудят, потому что мы прогадались с погодой. Мы думали, что... Ну, точнее, мы смотрели прогноз погоды, но когда ты едешь из Москвы, где плюс 11 и дождь, тебе тяжело голову перестроить на то, что ты приедешь в тепло. Поэтому я взяла кроссовки, и мне в них здесь ужасно душно, я не могу в них ходить, поэтому я хожу в балетках. И ноги у меня, балетки тонкие, и я чувствую каждый-каждый камень. И у меня настолько болит просто сама стопа, что просто у меня не перед их мама ушла покупать вот эти вот знаменитые их рогалики. Если честно, я есть вообще не хочу, но вчера мы их так и не попробовали. Что, не купила? Просто обдираловка. Обдираловка? Ты что, его прям хочешь? Нет. Короче, вот этот бублик пухтунь стоит 10 лир, этот бублик, пропитанный сыром, стоит 30 лир, но не вот этот, типа мак-корица, это просто бублик. Ну и что? Ну, на наши деньги бублик. Ну и что ты? Может, скажешь, что в Москве бублик? Это что? Нет. Короче, она его не хочет. В общем, мы сидим, отдыхаем, и сейчас пойдем еще в Голубую мечеть. Ну, получим два мечет. Я просто... У нас так... В Голубую мечеть мы так и не попали. В этот день она была закрыта на реставрацию. Мы не сильно расстроились и отправились в цистерну Базилика. Это подземное водохранилище, которое напоминает зал какого-то мистического подземного дворца. Ощущения просто непередаваемые. Обязательно к посещению. Кстати, здесь снимали экранизацию Инферно с Томом Хэнксом. В Базилике есть колонна, которая отличается от всех. На ней есть такие выступы, которые напоминают слезы. Поэтому, собственно говоря, она называется колонной слез. И проведя полный круг ладонью, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Посещение Базилики нам обошлось примерно в 900 лир. Далее пешком мы дошли до Галатской башни и пошли в сторону улицы Стекляль. Такой контраст азиатской и европейской части архитектуры. Просто потрясающе. Хочется все впитывать глазами и записывать куда-то глубоко на подкорку. Вот так вот. Просто посмотрите, какая я здесь просыпаюсь. Вот эта чёлка, это, знаете, это ещё полбеды. Я и дома могу проснуться с такой чёлкой. Но я не знаю, видно ли вам или нет. У меня по всей длине волос маленький-маленький ёжик. Я как ёлка, которая, знаете, набирает новую хвою и растёт вверх. И вот это вот ничем не... То есть, ну, очевидно, нужно какое-то средство, которое бы эту пушистость приглаживало. Но я брала только тем, чем я пользуюсь дома. А этого здесь я вне недостаточно. И ещё просто мой потрясающий злой гений забыл положить умывалку. Я помню, что я хотела взять с собой умывалку от доктора Джарта, потому что я чувствовала, что я буду просыпаться липкой, отёкшей, потому что акклиматизация. Мы здесь всего лишь третий день. И мы очень много ходим, очень много пьём воды. И как бы вот оно всё выливается вот в это вот всё. И я забыла взять умывалку. И я здесь уже третий день, утром и вечером умываюсь, короче говоря, гелем для проблемной спины от натуры Сибири. Я не знаю, можно ли это делать или нельзя. Но по сути, этот гель, он тоже типа... У него свойства, он должен регулировать выбор, выработку себула. По идее, ну, прям чисто супер чего-то страшного быть не должно, потому что каких-то магазинов местных я не знаю, каких-то умывалок по типу... Короче, пока что это такой доступный вариант. Можно было, конечно, на нормальную умывалку из аптеки разориться, но я почему-то... Почему-то мне этого делать не хочется, потому что даже какая-нибудь, не знаю, дорожка подои здесь стоит... Ну, короче, дороже, чем у нас. И вроде как, ну, вот на третий день каких-то прям ярких высыпаний новых нет. Это вот у меня ещё с Москвы заживает, поэтому... Живём. Боже, я надеюсь, что моя кожа выживет это путешествие. Снова вера в волшебную силу патчей. Мы сегодня собираемся поехать на разведку по магазинам. Точнее, мы вчера уже нашли улицу с магазинами. Но это не та улица с магазинами, на которую я собиралась. Поэтому мы сегодня хотим поехать туда, потому что сегодня обещают дождь. Поэтому я даже чёлку, видите, как уложила. Не прямо на лицо, а вот утюжком уложила назад. Завила, что... Потому что прямо она у меня всё равно держаться не будет. Это ещё бесполезно. Это пять минут до свидания. А так хотя бы, может, яйца будет в ту сторону, в которой ей нужно. Друзья, топ вещей, за которые я буду любить Москву ещё больше после этой поездки. Во-первых, это наши самокатчики и велосипедисты. Как только начинается весна, я боюсь ходить по тротуарам в Москве, потому что самокатчики, они меня просто вот в какой-то момент доконают. Это ерунда, потому что здесь люди на тротуарах ездят на мотоциклах. Нас в первый день не сбили, наверное, чуть ли не раз шесть. Это просто кошмар. То есть мы переходим дорогу. Точнее, мы зашли на тротуар. Идём по тротуару, нам нужно перейти дорогу. Чувак, который стоит, получается, в очереди на светофор, на каком-то там байке, мотороллере, я не знаю, как он называется. Здесь не прямо такой мотоцикл. Вот такой вот так. Мама бы называла это тандулетом. Он просто заезжает на пешеходную зону, он не сигналит ничего. Просто вот так вот в толпу пешеходов и чисто по пешеходному переходу. Я была в шоке. Честно, это очень страшно, когда ты идёшь, а для тебя несётся вот такая дура. Второй момент. Слушай, про что я ещё говорила? Что ты ещё говорила? А, второй момент, друзья. В Москве на вас всем пофиг. У нас не обращают внимания на то, какой ты человек, как ты выглядишь, ни при каких условиях. Туристы, не туристы. В Москве всем пофиг. Здесь же ты получаешь колоссальную дозу внимания как турист, как женщина. И это очень сильно напрягает, потому что, вы знаете, я... Как человек с кошельком. Постоянно тебя пытаются на что-то надуть, развести. То есть, ну, они тебе улыбаются, а продают всё равно втридорога. И они не понимают ни русского, ни английского. Они понимают только турецкий, который мы не понимаем. И вот это вот... Они очень выборочно понимают, да. И это на самом деле видно. И как-то, ну, вот, знаете, вся энергетика немножечко... Короче, лицемерная. Я такое терпеть не могу. И мама тоже. И вот это вот, конечно, тоже, ну, как-то, знаете, атмосфера ощущается немножечко не такая. То есть, во всех магазинах, в... Ну, в обычных магазинах всё хорошо. Вот в таких каких-то лавочках на улице. Ну, это всегда, наверное, так было. Это особенность вообще, в принципе, подобного бизнеса. Что-то я ещё хотела сказать. Вспомню, скажу. Но там было явно что-то ещё. Что-то мы в подвале едем. Третий день мы решили посвятить шоппингу. На противоположную сторону Стамбула мы добрались на пароме, который считается общественным транспортом и оплачивается просто по проездной карте. А потом пересели на метро. Как вам моя укладка? Дождливый Стамбул на самом деле не менее прекрасен, чем солнечный. И, знаете, краски вокруг становятся как будто таким более насыщенным. Зелень напитывается от дождя. Мама фотографируется буквально с каждой ёлкой. У человека сдвиг на хвою, понимаете? Кто-то сумки скупает, кто-то косметику. А мама хвою. У каждого свои тараканы. На четвёртый день мы отправились гулять в район Балат. Вышли на одной остановке раньше, чтобы побродить по нетуристическим улочкам и вышли к мечети Слима-1. Это, конечно, вам не на стейпере. На видео не видно, но здесь склон, он не такой. Он, точнее, не такой. Он вот такой. Вы буквально забираетесь в гору. Добавьте к этому, что ещё на улице мокро, и кроссовки буксуют, не буксуют, а соскальзывают. Но вернуться так, конечно, можно здесь не хило. Ой, девочки. Вот он спорт, который мы заслужили. Я смотрю по сторонам. Я тебя сюда привела. Мы ищем местность Балат. Мне хочется снимать вам всё подряд. Всё подряд. Но я не понимаю, как через камеру передать то, что я сейчас ощущаю. И чтобы потом, когда я буду пересматривать сама свои влоги, свои ролики, ощущать хотя бы долю эмоций, которые я испытываю сейчас, в реальном времени. Это просто что-то невероятное. Когда ты осознаёшь, что ты буквально стоишь на мосту из Барии. Стамбул действительно поражает. В том, как восточная архитектура может на раз смениться европейской. Просто ходить и разглядывать разные улочки уже можно считать полноценным туристическим развлечением. И, внимание, с третьей попытки мы всё-таки попали в голубую мечеть. Вход туда бесплатный. Так как на улице был ливень, мы отстояли не очень большую очередь. Если у вас нет головного убора на голове, в мечети дадут его бесплатно. Как по мне, самая удивительная это роспись на потолках. Только представьте, сколько на всё это ушло трудов и сил. Боже, мы это сделали. Мы сюда попали. 20 апреля. Мой день рождения встретил меня дождём. Что я всегда воспринимаю в радость, так как для меня это хорошая примета. Я очень хотела задуть свечку на фоне Галатской башни с тем самым чизкейком. Чизкейк просто бомбически вкусный. Такое ощущение, как будто бы творожная вот эта вот белая прослойка, которую поливает шоколадом шоколад, это копия растопленный киндер. Просто один в один. И просто посмотрите, мы успели сделать фотографию. Я не знаю, видно ли вам или нет, но разразился просто бешеный ливень. Это мне подарок от погоды, чтобы я успела сделать фотографию. Я на самом деле считаю, что когда в какие-то важные мероприятия, даты у вас идёт дождь, я вам потом расскажу. Я не помню, откуда я это услышала. Ну, в общем, это к счастью. Поэтому я не убываю. После прогулки на ужин мы решили отправиться на Галатский мост, чтобы попробовать знаменитый стамбульский фастфуд «балык-эк-мек». С турецкого переводится как «рыба и хлеб». Это что-то типа сэндвича с жареной на мангале скумбрией, овощами, и всё это дело кладётся буквально в батон и поливается лимонным соком. Да, друзья, это вам то ещё БП. Очень вкусно пожаренная рыба на мангале, овощи, лук, ну и батон. Как бы если вы любите рыбу, вам это не может не понравиться. Если что, из отеля. У нас, кстати говоря, сегодня последний день. Завтра мы улетаем. И если что, каждый день из отеля я ухожу вот с такой чёлкой. Вот с такой. Ну, собственно говоря, с какой я прихожу, вы уже и видели. В наш последний день в Стамбуле после традиционного завтрака мы решили отправиться во дворец Далма-Бахче. Вход также в районе 1000 лир. Мы выбирали между этим местом и дворцом Тамкапы и ни разу не пожалели, что пошли именно сюда. Дворец невероятный. Его возвели в 1853 году. За образец взяли лучшие барочные замки Европы, что было большой редкостью для Османской империи. Внутри дворца съёмка запрещена, поэтому все кадры, которые вы видите, сняты подпольно. Кстати, те самые знаменитые ворота из картинок в Пинтерест находятся именно здесь. На территории комплекса есть кафе с довольно приятными ценами, где вы сможете перекусить и выпить кофе. Субтитры создавал DimaTorzok После посещения дворца мы ещё раз прогулялись по центральным улицам. Зашли в сад Бюльхане и в наш последний день в Стамбуле проводился какой-то митинг и часть трамвайной линии была закрыта, что создавало некоторую давку. Но это не помешало нам проститься с этим потрясающим городом и пойти собирать чемоданы, потому что мы очень соскучились по дому. Та-дам! Боже, я дома! Господи, вы не представляете, как я рада быть дома. Я буквально готова целовать каждый миллиметр паркета в этой квартире. Самое приятное, наверное, в пути это возвращаться домой, потому что это всё-таки дом. Мы приехали вчера вечером уже в районе 10 часов ночи, в 10-м часу. У нас был очень тяжёлый перелёт, очень тяжёлая дорога. Ещё в конце уже здесь у нас, получается, подпортили очень сильно мне настроение в аэропорту. Я об этом рассказывала в Телеграме, запрещенной грамме. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, чтобы не пропускать какие-то такие истории. Здесь об этом говорить не хочу, просто потому что всё проехали, иначе у меня голова взорвётся. Короче, чтобы долго опять не растягивать, хочу просто поделиться с вами своими такими самыми-самыми свежими впечатлениями от поездки в Стамбул. Возможно, позже я где-то ещё в Телеграме, скорее всего, буду дополнять. Возможно, сделаю какой-то пост, потому что знаю, что Стамбул сейчас одна из самых туристически доступных точек, да, в силу всем понятных обстоятельств. Скажу так, мне поездка понравилась. И я считаю, что хотя бы один раз в этом городе побывать стоит, потому что все вот эти вот мечети, вы знаете, у меня очень трепетное отношение к любой религии. Вот я по каким-то церквям, кладбищам, всем вот этим вот захоронениям. Я очень люблю, я очень люблю вот этот вайб, там всегда тихо, всегда вот эта какая-то атмосфера истории, фундаментальности. Я безумно от этого кайфую, и мне действительно это очень понравилось. Но больше в Стамбул я не поеду. Мы с этим городом по вайбу абсолютно не сошлись. Я думаю, Стамбул понравится тем людям, которые больше, знаете, такие экстраверты. А им нужна какая-то постоянная движуха, им нужно вот какое-то такое постоянное внимание. Я как человек, я жуткий интерверт, я очень сильно устаю от внимания, очень сильно устаю от какого-то бешеного ритма. Если вам кажется, что в Москве бешеный ритм жизни, то в Стамбуле, мне кажется, все гораздо хуже. Именно вот в туристических каких-то местах, да, как живет местное население, я не знаю, потому что мы, в принципе, толком-то вот никуда не выезжали. Мы жили, по-моему, в районе Фатиха, это называется, в общем, где все основные мечети. Напротив у нас был вот этот полуостров, где расположена Галатская башня, и, в принципе, в какие-то такие прям целиком полностью жилые районы мы не выезжали. Но вот именно этот туристический, да, туристический этот пятачок, он невероятно живой. Я бы сравнила Стамбул с каким-то очень красивым и богатым базаром, постоянным базаром. Это вот вся культура Турции, когда вы приходите. И, опять-таки, в силу того, что я ездила с мамой, мы такие две невысокие, хрупкие девушки, еще, ну, достаточно светлые. И, в принципе, по нам видно, что мы туристы, что мы русские туристы. Постоянное вот это вот внимание, и как бы, да, я знала, едя туда, я знала, что так будет. Но я не была готова, видимо, то есть я не оценила всех масштабов. То есть это постоянно вот это вот подойдите сюда, подойдите сюда, то есть чуть ли там не за руки вас хватают. И вот от этого я очень сильно устаю. То есть элементарно дойти от точки А до точки Б, ты получаешь кучу вот этого какого-то абсолютно ненужного тебе внимания. И я от этого невероятно морально устала, и мне на второй день было уже эмоционально плохо. И как бы я приходила в отель, отдыхала, и потом с новыми силами снова, то есть у нас поездка в общей сложности была на шесть дней. Да, вроде на шесть. И устаешь, вот правда, устаешь. И, например, сравнивая с какими-то европейскими городами, то я отдохнула, наверное, телом, я переключила голову. Я вообще не вспоминала в поездке про какие-то свои, так сказать, мирские заботы, про работу, еще про что. То есть я абсолютно переключила голову, но морально я очень устала. То есть на данный момент мне хочется где-то, не знаю, отдохнуть от этого отдыха. Мне хочется там, не знаю, два-три дня вообще пожить в тишине, никого не слушать, ни с кем не разговаривать. То есть морально я устала. Второй момент — это цены. В Стамбуле нынче очень-очень дорого. Мы ездили на данный момент, мы все, мы брали с собой валюту в долларах и обменивали там в лиры. И курс был примерно один к трём. То есть одна лира в среднем — это три российских рубля. То есть все цены вы просто плюс-минус умножаете на три. И вот, например, чтобы посетить дворец Топ-Копы, вам, я не помню, сколько стоило это в лирах, но на российские деньги это стоит четыре с половиной тысячи. Чтобы зайти в музей Долма-Бахче, в Топ-Копы мы, кстати говоря, так и не пошли, потому что мы уже очень сильно устали. И мы выбирали между Топ-Копы и Долма-Бахче. Если я правильно произношу, Долма-Бахче. Вроде правильно. Вот. То вход туда стоил тысячу лир, то есть три тысячи рублей на человека. То есть если вы хотите походить именно по каким-то таким туристическим местам, то будьте готовы заплатить за это достаточно крупные деньги. Потому что я считаю, что всё-таки четыре с половиной тысячи за входной билет — это дорого. Это реально очень дорого. Также во все мечети вход бесплатный, кроме мечети Софии. Это самая старая, самая историческая мечеть в Стамбуле. Я не помню точно, сколько мы туда заплатили. Тоже что-то в районе трёх с половиной-четырёх тысяч человека на наши деньги. И это единственная мечеть, где вам не выдают платки на голову. То есть вы должны в мечеть заходить, у вас должно быть либо брюки, либо юбка до щиколотки. То есть длинные у вас должны быть закрыты плечи. То есть вы хотя бы должны быть в футболке, либо что-то на себя накинуть. И у вас обязательно должен быть платок. И во все мечети вход бесплатный. И вы можете там вот стоять такие одноразовые платочки. Вы можете на голову надеть, и потом, когда будете выходить, их сдать. Чтобы попасть в Софию, платочек вам придётся купить. И если я не ошибаюсь, это стоило в районе 60 лир. То есть около там 180-200 рублей на российские деньги. И вам выдают такой одноразовый платочек по качеству, как такая, знаете, медицинская шапочка. Вот вам на голову одевают. То есть он такой чисто одноразовый. Сходите выкинуть. И это, конечно, неприятно, потому что вы понимаете, что, ну, это просто, да, как бы на вас наживаются. Поэтому если пойдёте в Софию, то обязательно берите с собой что-то, вот что-то, да, покрыть чем-то голову. Потому что в этой мечети вам ничего не выдают. И в целом моё такое мнение больше всего мне понравилось в мечети Сулеймании, мечети Сулеймана. Это там, где как раз есть вот это захоронение Сулеймана Великолепного. Во-первых, эта мечеть расположена в потрясающем красивом месте. Оттуда открывается панорамный вид на весь Стамбул. Там можно сделать потрясающие фотографии. Там не так много народа. Туда бесплатный вход. Там дают платок. И она очень красивая. Она очень большая. И, в принципе, во время влога я буду подписывать вам места. Просто ставить, да, какие-то геоотметки, чтобы вы понимали, там, в каких примерно районах это всё фотографировалось. Точные координаты вам не обещаю, потому что я сама плохо ориентируюсь в городе. Но какие-то примерные районы, где там, например, я подснимала тот или иной кадр, они, конечно, будут. В Стамбуле абсолютно отсутствуют правила дворожного движения. Я никогда больше не пожалуюсь на самокатчиков в Москве, на велосипедистов в Москве. Потому что там просто красный, зелёный, там все едут, все ходят так, как хотят. То есть на каких-то больших магистралях, да, там ещё, знаете, более-менее. Вот во всех этих улочках спокойно на тротуар может выехать такой мотороллер и просто вот сигналить. И вот просто чтобы, ну, пешеходы вот так вот расступали, чтобы он проехал. Я выдрагивала каждый раз. Это прям удар по моей нервной системе. Это, ну, как бы не очень приятно. И к этому тоже надо быть готовым, потому что я не думала, что там с подэдэшом настолько плохо. Ещё один вопрос, который я вам хотела рассказать, это цены и вообще цена образования. То есть, грубо говоря, вот эти вот турецкие бублики, такие круглые, которые вот так вот все в Пинтерест фотографируются с ними, это, по сути, обычный бублик с кунжутом. И спойлер, если будете его покупать, покупайте свежим и ешьте сразу. Потому что мы покупали его вечером, оставляли на утро, и с утра это обычный чертовый хлеб. Уже как-то, знаете, не особо его доедать хочется. Короче говоря, в одном месте этот бублик стоит 10 лир, в другом месте этот бублик стоит 20 лир. В одном месте, например, в супермаркете воду можно купить за 5-7 лир, в каком-то туристическом месте эта вода будет стоить 30 лир. И вот это вот, конечно, немножко подбешивает. Я человек такого склада характера, что если я знаю, что я могу купить то же самое дешевле, и, например, наценка идет просто за то, что это место более туристическое, или потому что конкретно этот человек продает то же самое за дороже, я это покупать не хочу. И я как будто бы даже начинаю злиться, потому что, ну, как-то, знаете, в России, если святой источник стоит там в пятерочке 30 рублей, и эта пятерочка там, не знаю, неважно, где она там будет, в районе Красной площади или у меня под окном, это все равно вода будет стоить 30 рублей. То есть у нас больше каких-то фиксированных супермаркетов сетевых, где вот вода стоит ровно столько, а там больше таких, скорее, частных продуктовых лавочек, каких-то типа а-ля ларьков с мороженым, где эта вся вода есть, и вот там вот чисто цена с потолка. Очень часто тоже мама у меня покупала мороженое один раз, мы продали ей его за 100 лир за один шарик. За ней подходит другой человек, он ему за 100 лир продает два шарика. Мама такая, типа, не поняла. Как ей сказал продавец, что типа вы выбрали сорт мороженого, который вот 100 лир за один шарик, а он выбрал сорт мороженого, где там 100 лир входило два шарика. Естественно, вам это заранее никто не скажет, практически нигде нету никаких цен, никаких надписей, никаких наименований. То есть вы подходите, спрашиваете, сколько стоит, и буквально эта цена может взяться просто из головы, потому что за вами подойдет другой человек, и цену назовут другую. И вот это вот я такое терпеть не могу, и очень как-то, ну, негативно к этому отношусь, и такую определенную моральную составляющую это тоже добавляла, поэтому просто будьте к этому готовы. Обязательно приобретайте стамбульскую карту. Такая вот красная карточка, мы ее брали у друзей, уже отдали. Что-то типа нашей тройки, в которой вы можете платить в автобусах, в метро, в трамваях. Мы пользуемся общественным транспортом, мы ездили на метро и на трамваях. Очень удобно, в принципе, вы подходите, там примерно такая же система, как и в Москве, вставляете карточку в терминальчик, у вас там высвечивается, там, в принципе, даже не надо знать ни турецкий, ни английский, там, в принципе, есть русский, но даже его там не обязательно как-то переключать, у вас просто справа высвечивается баланс карты, слева у вас высвечивается, да, сколько вы туда денег положите, все. Единственное, что учитывайте, что все пересадки в Стамбуле платные. То есть, если у нас перейти на метро с ветку на ветку бесплатно, и даже там с метро на ЛЦД у нас бесплатно, у них платно все, с ветки на ветку на трамвай, с ветки на ветку в метро, то есть буквально там вы, как бы, проезд в Стамбуле стоил вроде бы 17,5 лир, это около тоже, ну, пускай будет 50 рублей, но если вам нужно пересаживаться несколько раз, то у вас цена, например, выходит уже гораздо дороже. Также я скачивала на всякий случай себе приложение Uber, средний чек по городу был от 800 до 1500 рублей, то есть смотря куда, в какой полуостров нам нужно, вот, мы так им ни разу не пользовались, я скачивала на всякий случай, если мы прям совсем устанем, совсем там где-то будет поздно, не дойдем до отеля, вот. Вот, поэтому, как бы, работает с турецкой сим-картой Uber, мы приобретали турецкую сим-карту тоже в отеле, обошлась она, по-моему, 800 лир на 7 дней, ну, получается, мы были меньше, чем 7 дней, 15 гигабайт интернета, для того, чтобы там зайти в Инстаграм, прогуглить дорогу, карты, там вообще все, что угодно, то есть этого более чем достаточно, интернета, поэтому, как бы, турецкую карту я бы, наверное, вам рекомендовала приобрести, сим-ку для своего спокойствия, чтобы у вас вот эта вот мобильность была, потому что с интернетом, конечно, я гораздо увереннее себя чувствую, чем без него. Переводчик элементарно тот же самый, я знаю, что есть переводчики, которые, как бы, можно скачать оф-онлайн, но как-то с интернетом все равно спокойнее. По поводу отеля, в котором мы жили, мы жили в отеле, он называется Piano Ford, я вам ставлю на карте, где он находится, очень классный отель, у него 3 звезды, но нам он очень понравился, очень хороший, чистые номера, офигенный персонал, очень вежливый, то есть вот самое максимально приятное впечатление, мы брали отель с завтраком и с трансфером, то есть нас забирали из отеля до аэропорта, да, интересно, когда мы прилетали, тоже из аэропорта нас встречали, это тоже очень удобно, этот трансфер предоставляет отель. Расположен он тоже очень-очень комфортно, там в пешей доступности метро, трамвайная остановка, в пешей доступности вот так вот два маленьких супермаркета, где можно купить там тот же самый какой-то хлеб, айран, овощи какие-то, если вы, например, не хотите питаться в кафе, потому что в кафе тоже достаточно дорого, то есть средний чек на человека около 2000 рублей, то есть если питаться хотя бы два раза в день в ресторанах, это считаете, у вас десятка будет улетать практически, поэтому мы обедали, ужинали наоборот, просто вот, ну, что-то я покупала, тот же самый какой-то айран, какая-то, да, там была, были какие-то булочки, у меня был такой фаст-трип, я буду приводить себя в порядок, я не могу сказать, что я там поправилась, потому что мы ходили в среднем по 20 тысяч шагов в день, и я скорее больше отекала, потому что очень было душно, очень было жарко, и сейчас вот первый день я еще и восстанавливаюсь, но, как вы видите, не сильно я отечная, все в порядке. Отель прям реально мне вот, ну, очень понравился. Еще также в шаговой доступности от отеля есть большой торговый центр с большим гипермаркетом по типу нашей ленты, перекрестка, где, во-первых, цены ниже, во-вторых, в принципе, можно купить какую-то готовую еду, ну, вы знаете, что-то каких-то сэндвичей, какая-то вот эта вот готовая а-ля магазинная кухня, тоже, когда, знаете, вот в Ленинсе есть какая-то готовая продукция, там какие-то салаты, еще что-то, мы это не покупали, мы это не едим, но если, допустим, вам это нужно, это там есть. Также в торговом центре есть Zara, Pull&Bear, Sephora, то есть какие-то такие магазины, это вот прям буквально все в пешей доступности от этого отеля, и это очень удобно. Вот, в целом, наверное, такие вот у меня первые впечатления, если что-то я еще вспомню, я буду, скорее всего, рассказывать об этом в Телеграме, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы меня не потерять, и если вы были в Стамбуле, то расскажите, как вообще вам город, как ваши впечатления, нравится, не нравится, если не нравится или нравится, то что конкретно, мне будет очень интересно почитать, потому что Турция сейчас действительно, она понимает, что она одна из самых доступных стран в плане каких-то вот этих коммерческих, ой, не коммерческих, боже мой, бюрократических вот этих всех издержек, то есть туда нету визы и какие-то отношения с нашей страной, вроде еще 50-50, ну, короче говоря, не будем в это вдаваться, но, тем не менее, они на этом очень сильно навариваются, и даже вот люди, у меня у мамы на работе, у девушки, там живет сестра в Турции, и вот они говорят, что за последний практически год подорожало все в Турции в три раза, и то есть сами турки, местное население, они тоже крайне этим недовольны, потому что в целом на них это тоже распространяется, потому что та же самая еда в супермаркетах еще где-то, она просто подорожала в три раза, я уже не говорю о том, какие цены там сейчас на жилье и на все остальное, то есть такой не самый приятный моментик, поэтому мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну, а я буду постепенно заканчивать этот ролик, я надеюсь, вам было интересно, я надеюсь, вам было не просто интересно, но еще какую-то полезную информацию я вам дала. Если вы собираетесь посещать Стамбул, то, надеюсь, вам было чуточку полезно. Ну, а я, как всегда, посылаю вам бумеранг добра, помним, что в атмосферу мы посылаем все только самое позитивное, все негативное, мы оставляем карми, она с этим превосходно справляется. Я прощаюсь с вами ненадолго, всего лишь до следующего ролика, который выйдет совсем-совсем скоро. Люблю вас безумно и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok